всем привет мои хорошие сегодня ролик не про орхидеи мои я честно говоря хотела изначально показывать знаете там еще показать все филадендроны кто там сингоне мы так вот показывать это все но тут ко мне пришла новиночка мои новички новая партия и я просто не могу ни показать не поделиться в общем немножко будут про моих зеленых друзей в разнобой но так уж и быть люблю делиться и я люблю когда это во время они 20 лет спустя так ну сначала покажу мой варьегатный крестовник роли вот я немножко пропустила честно время пересадки он пересох и вот он вот так вот свои горошинки видите засушивает и получаются такие лысые штуки да поэтому я его начала активно поливать и пересадила вот зато смотрите какие сразу наросли классные штучки видите так камера не балуйся не хочет но вот так вот будет вам виднее вот такая классная штучка и сразу повсюду и вот и не видно насколько там четко вам видно так и вот такая штучка получилось так его пока пересадила будет он разрастаться это все заплетать и он конечно же постриженный потому что много подсохших было вот но это пошло ему на пользу и буду теперь знать нельзя затягивать у него с пересадкой растет эта штука быстро и надо ему все-таки больше влаги чем я давала потому что в том маленьком горшочки я получается не успевала его поливать как мне на как надо хотя это суккулент хотя они там выносливые и прочее прочее но у меня это лошадка попить очень-очень любит да на свою ошибку я учла горшок взяла гораздо больше гораздо чтобы понимали вот такой где-то я его уже внесла этот маленький белый горшочек но он был совсем маленький до унесла этот не на знаете не на сантиметр больше он вот где-то сантиметра на 3 вот если в центр ставить тот маленький горшочек этого горшка то вот так вот с каждой стороны можно где-то по три сантиметра отмерить поэтому он гораздо гораздо больше и я вот вижу что я не ошиблась ну что действительно теперь он очень круто опять начал быстро расти потому что опять таки он замедлил свой рост но итак к новинкам это был крестовник роли или же стены целом роли вариганты так он поп-оп-оп новички новички да так и сюда вот это чудо меня прям сразила я как-то когда покупала тот давно еще почему-то не обратила внимание и решила что мне такое не надо но прошло время и это сенец оттона или бананы на пурпурной нитке по моему они называются вот такая штучка видите и у него такой классный пурпурный стволик и хорошие такие листья бананчики тоже суккулент кто тоже суккулент тоже крестовник соответственно классная штука мне очень нравится и такой и щедрый черенок ко мне очень пришел спасибо продавцу и хорошо растет и почему-то опять таки я решила что мне не интересен крестовник обычный кругленький до крестовник роли мне интересен только варигантный больше ничего другого мне не надо вот а потом я рассмотрела и оказывается это чудо когда хорошее освещение на крестовничек такая пулька да кстати вот вот такими маленькими они продаются кто думал дум подумывает себе купить да это вот такая мелочь будет вам приходить но кстати очень быстро растет поэтому вы не бойтесь она вроде бы как бы мелочь но она очень-очень шпарит быстро очень быстро вот и при хорошем освещении вот этот крестовничек он не чисто зеленый он если вам видно да вам видно он с прожилочками вон эти прожилочки видно и они такие знаете на вид как прозрачные очень суперски выглядит не прониклась я сначала к нему прониклась теперь так отставлю-ка я этого фиолетового бананистого так но если уже об этом сейчас покажу тоже я к нему сначала не прониклась я вообще сначала думала что это тоже роли но это не роли это крестовник или сенец а гарри анус гарри анус так вот такая штука он каплевидный по моему капли на нитке его называют у него не кругленький видите а такие каплевидные получаются вот они когда вырастают такие более округлые становятся а молодые более вытянутые вот такой каплевидный прикольный очень крестовник тоже со временем приходит это вот мне очень просто понравилось как растет варигатный я решила что если варигатный так шпарит то обычный должен просто лететь космической скоростью и правда очень круто смотрится когда вот это вот все свисает как это круто и он очень неприхотлив очень действительно и даже если вам кажется что вы его убили он потом очень хорошо приходит в себя так а дальше у меня на русском по моему он подписан как крестовник гарейна нет вот гарейна это предыдущий а этот хирейна но называется он сенецо хирианус там где бирочки поделала специально для себя вот и выглядит он тоже вот так он очень похож на предыдущий но этот будет более вытянутый тот такой более каплевидный кругленький со стариком а этот более вытянутый очень прикольный кстати вот кто-то вот не важно эти честно говоря я не обычно не заморачиваюсь на народных названиях но тем более я их могу перепутать а вот все-таки латинский я хорошо записываю так и еще один я купила он очень крутой это вот такие штучки но тут народное название дельфины на нитке они правда по очень похожи на дельфинов очень крутая штука мне так нравится это к тоже крестовник и перегрину перегрена он называется а так он перегринус вот такая штука я честно говоря так рада и такой очень щедрый черенок очень щедрый спасибо большое продавцу классный вот вот такие штуки мне они очень нравятся очень крутые да и теперь я буду их растить и я уже обдумываю где у меня будет такой карнизик прибитый на собственно подвесных горшочках да на креплениях у меня будут висеть эти ребята такими вниз бусами а это будет очень круто очень этого жду вот так вот поделилась похвасталась у меня они растут опять-таки вместе с орхидеями чувствую себя прекрасно здесь влажность выше среднего да вот сейчас и поворачиваюсь и у меня сейчас 65 на гигрометре небольшая температура зимой здесь попрохладнее прекрасно они это все переживают им это очень нравится и да это суккулент да он много переносит он живучий капец но ребят попить любит и вот когда действительно активный период роста поите пойти этого это чудо она будет очень активно расти и очень красиво смотреться с посадка ну я люблю все сажать вот у меня пунктик воздухопроницаемый субстрат и и здесь у меня не чистая земля у него нет у меня там также лавовый камень и есть кора для разрыхления возможно необычная посадка для подобного растения но ему нравится ему реально нравится и я не переживаю что я могу его залить вот это действительно так ну что ж на этом все всем большое спасибо за просмотры всем солнечных дней пышных цветений ставьте лайки подписывайтесь на канал в конце видео как всегда вспомнил сказать предвосхищая ваши вопросы кто живет со мной в украине кому такое нравится в конце лета осенью я не думаю что у меня будут какие-то черенки от этого на продажу а вот следующий весной так если кто-то будет смотреть эти видео когда-нибудь в будущем это весной 22 года я думаю у меня уже что-то будет для поделиться вот теперь уже совсем все все еще раз солнечных дней пышных цветений пока пока